Сельская хозяйство Донбасса сейчас переживает не лучшие времена. Многие угодья разрушены, разворована техника и не хватает специалистов. Но есть агропредприятия, которые достаточно рентабельны и процветают. Их руководители сегодня поделились своей формулой успеха. Это аграрное предприятие выращивает лук, помидоры, огурцы, капусту, перец. К картофелю здесь отведено особое место. Его уже несколько лет получают с использованием самых передовых европейских технологий. Семена и всю технику привезли из Голландии. Это стоит огромных денег, говорят на предприятии, но суммы называть все же не спешат. Урожай из года в год увеличивается, поэтому все затраты окупаются через несколько лет. Мы получаем урожай как минимум в пределах 30 тонн. Бывали случаи, когда были годы удачные, нормальные, до 50 тонн с гектара. А среднее по Украине, ну, по-моему, тонн 17-15. Однако отечественные селекционеры хоть и не занимаются усовершенствованием сортов картофеля, зато, говорят, в других культурах достигли хороших результатов. Так, два новых сорта ячменя, стыповых и щедрых, уже хорошо зарекомендовали себя. С одного гектара вместо обычных 15 центнеров собирают до 25. Не отстают и овощеводы. Качество и засухоустойчивость, к примеру, огурцов гораздо выше обычных сортов. Сорта новые – это и огурцы, и кабачки, и патиссоны, и баклажаны, луки, огурцы. Сейчас у нас направление на засухоустойчивость, то есть с наименьшим количеством поливов. Всю прелесть нововыведенных культур фермеры смогут оценить только этой осенью. Сорта впервые посадили на полях Донбасса, в Добропольском и Красноармейском районах. Губернатор на так называемый мастер-класс от маринских фермеров пригласил всех руководителей районов области, у которых дела идут не так гладко. Посетили плантации, осмотрели технику и обсудили проблемы села. А пока чиновники инспектировали поле, трассу рядом с ним перекрыли, из-за чего на дороге образовалась большая пробка. Руководители области обязали фермеров вплотную заняться реформированием сельского хозяйства, модернизировать техническую базу, закупать элитные семена, расширять плантации для выращивания овощей и зерна. Считать, что когда Донбасс станет самостоятельным продовольственным регионом, можно будет сдерживать и регулировать рыночные цены на эти продукты. Давая преференции фермерам, я за двумя руками, что это правильное направление. Но это направление должно работать не только на этого фермера, который решил на подсолнечнике сегодня заработать, а завтра пусть помрет эта земля, она не моя, она людская. А чтобы он работал так, как эта система работала раньше, для людей, на людей. Все наблюдают, что банки уже предлагают кредиты, потому что депозитами уже они запакованы полностью, а таких вот платежеспособных заемщиков не так много. А сельское хозяйство, в принципе, реальное сельское хозяйство, оно платежеспособное. Поэтому тут, я думаю, будет все в порядке. Хотя, конечно, кредиты надо снижать, но вы сами видите тенденции. Сейчас и депозиты снижаются, и кредиты. Мы должны создавать условия для развития аэропромышленного комплекса. В свою очередь, первые лица области пообещали содействовать аграриям, предоставлять льготы на коммунальные услуги и оказывать помощь в поисках инвесторов. Если реформы будут реализовываться по намеченному плану, а мастер-класс не пройдет даром, чиновники рассчитывают, что уже к 2015 году урожайность в регионе вырастет как минимум в три раза. Ольга Шилкина, Руслан Новиков, Панорама.